Доброе утро, Киев! Доброе утро всем моим зрителям! Удачного вам всем дня, весеннего, хорошего всем настроения! А вечером я вам сниму, как я делала буженину. Вы просили меня показать, как я делала вкусную буженину по Таниному рецепту. И я вам этот рецепт покажу. В кипящую воду кладем лавровый лист, перец с горошком и соль. Прокипела пару минут, выключаем и ставим остывать. Для нашей вкусной буженины нам нужно полтора килограмма мяса, желательно заднюю часть. Конечно, желательно, чтобы это было домашнее, но так как у нас нет домашнего, Тамара купила полтора килограмма мяса задней части. После того, как остыл наш маринад, я вчера замочила наше мясо. Сегодня вот уже мясо наше готово. Покладем его под носик и пусть он у нас сливается. Теперь берем рукав, противень, рукав и рукав сейчас будем кладать это мясо. Вот таким образом. Завтра мы собираемся ехать в Канер. Покажу вам, Галя, если будет время, у сестры Гали, как готовить куличи, раз мы просили на Пасху. Так, вот здесь вот я завяжу сейчас. Забыла приготовить. Ну, уже можно и не буду завязывать. Вот так поставлю сейчас в духовку. Поставили на 200 градусов духовку на 40 минут. Ну вот, мясо у нас готово уже. Оно должно было готовиться 40-45 минут. 50 максимум. Ну, я его готовила почти час. При температуре 200 градусов. Пока я все готовила остальное, у меня этот забыла про него и час он у меня постоял. Ну, сейчас мы его будем накрывать. Сейчас я вам покажу. Теперь это мясо надо поставить под трес. Сейчас я его сделаю. Сделаем вот такие билочки в бумаге. И теперь поставим под пресс. У меня пресса нет. Уже, конечно, давно мечтаю, надо камень какой-то приобрести. Вот. Ну, это я вам показываю, потом поставлю ближе к стенке, чтобы отпирала. Вот сделала такой пресс. Надо поставить пресс, ну, уже на сколько хотите. Минимально часа, остальное можете на полдня, на день поставить. Под прессом. Называется, поставила под пресс. Короче, вот так вот сейчас сделаю. Пусть оно себе стоит. Если видно. Вот. Такая конструкция у нас получилась. Но зато будет вкусное мясо. Все, вечером вам покажу. Уже нарежу, покажу, какое оно у нас-то получилось. А сейчас я иду в спортзал. Хочу вам сказать, что мне очень стало нравиться ходить в спортзал. Вот такая вкусная, вкусная буженинка получилась. Ну, немножко светлый цвет. Если домашнее мясо, конечно, цвет оно такой более, такой коричневый, топленого молока. А здесь такой более светлый. Но все равно вкус очень вкусный. Приятного аппетита. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok